И всем привет, ребят! С вами StarVike, я сейчас записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, а именно обзору нового устройства на Magnum, которое появилось у нас вчера в игре. Впервые за долгое время есть что пообозревать и есть что рассмотреть новое, поэтому если вам нравятся видеоролики данного формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 млн кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого настройка игровой аккаунта Q, ставьте ему личный такт, тактимпе, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заплатите форум, который есть в описании. Что же касаемо нашего сегодняшнего устройства, то для начала его придется нам по-быстрому выбить. Это устройство, которое называется Бомбарда. Его характеристики мы также рассмотрим, для начала давайте его выбьем. Надеюсь, что мне на это дело не понадобится большое количество контейнеров и времени. Так, две у меня пятнашки здесь было, с двух пятнашек мне не падает. Так, быстро заходим, значит, в магазин, покупаем 250 замечательных ключей, но этого количества мне точно должно быть достаточно, учитывая тот факт, сколько я на предыдущие разы тратил от контейнеров, чтобы выбить нужный мне предмет. Поэтому, по идее, должно сейчас быстро нам нужное выпадать. Хотя, сейчас что-то как-то долговато, долговато. По крайней мере, предыдущие два устройства... А, ну вот, падает. Мне падали даже еще быстрее, чем это. Так, устройство у нас есть. Дальше открываем, посмотрим характеристики этого устройства. Что же у нас интересного такого в нем? Минимальный и начальный угол пушки 45 градусов. Минимальная и максимальная скорость снаряда снижены. Перезарядка значительно ускорена. Магнум превращается в мощное орудие для ведения огня из-за укрытий. С этим устройством невозможно стрелять прямой наводкой. Ствол всегда направлен под 45 градусов или выше. Такая конструкция позволяет эффективно поражать врагов, находящихся за укрытиями, благодаря накрывающей траектории снарядов. Сниженная мощность выстрела улучшает контроль арки полета. Уменьшенное время перезарядки позволяет вести быстрый и постоянный огонь, давая настоящий дождь из снарядов. В два раза быстрее у нас получается перезарядка. Скорость снаряда уменьшена. И минимальный и начальный угол ствола 45 градусов. Ну давайте пробовать и смотреть, что же у нас из этого всего дела получится. Реально ли на таком Магнуме вообще показывать какие-то хорошие достойные результаты. И может ли Магнум на сегодняшний день вообще что-либо сделать полезное в рамках матчмейкинговой катки. Может быть даже мы сейчас вместе с вами полный бой играть не будем. Но посмотрим куда, в зависимости куда меня закинет, чтобы быстро прообозревать это устройство. Желательно мне вообще какая-нибудь побольше карта. Ну вот такая карта кстати бы мне подошла, но здесь две минуты до конца. Поэтому с этой карты мы к сожалению выходим. Но чернушечка бы подошла. То есть на чернушке я думаю что прообозревать такое устройство было бы довольно таки приятно и комфортно. Но к глубочайшему сожалению там всего лишь две минуты оставалось. Если бы я поиграл эти две минуты, то пришлось бы все равно перепикивать катку и запикиваться в какую-то новую. Поэтому проще перепикнуть сразу. И сразу найти какой-то более... О, подходящий бой шикарно. На осаду меня в CTF закидывает 10 минут до конца боя. Ну вот здесь вот я думаю что уже будет возможность попытки реализации. Так, ну снаряд прям падает очень плохо. Очень плохо падает снаряд. Да, перезарядка у него довольно быстрая. Но падает он прям... То есть я могу вот так вот да давать? Так прям... Прям вот так с такой скоростью давать да? Ну ладно, хорошо. Может быть как-то можно к нему привыкнуть. Может быть как-то к нему можно привыкнуть. Но проблема в том, что противники уже будут двигаться по карте, пока я буду такие снаряды давать. А, ну если вот так давать разве что? Только разве что если так давать, то может быть. И сила, кстати... Сила не такая большая. То есть через всю большую карту накинуть урон тоже не так уж просто. Флэш вроде как хороший. Три кила я уже быстрых делаю. Ну и давайте тогда занимать какую-то такую дальнюю позиционку. Посмотрим вообще через всю карту, как оно будет залетать. Какую тычку. Ага, понял. Такая тычка не очень сильно залетает. Блин, это устройство чем-то... Чем-то лично мне напоминает... Чем-то мне напоминает минометик мой замечательный любимый. Потому что здесь тоже приварена башня. Тоже такая тема интересная. Что в принципе дает возможности раскручивать снаряд. Но это такое больше как будто бы фановое устройство. Не имбовое, а именно чисто такое фановое. Опа, идеальная позиционка. Идеальная позиционка для накидки урона. Здесь там респл противника. То есть у меня пока первый выстрел летит, я уже второй следующий накидываю. Понял прикол. Нормально. Первый падает, я второй уже накидываю. Вся противная пласть. Тут я накидочку делал жесткую и плотную. Так, ну давайте попробуем. Сюда напоминать. Польнуть. Ну да, здесь как бы так под углом оно падает вроде как неплохо. Вроде как интересно. Единственное только урон довольно маленький. Довольно маленький урон. Вот так вообще по своей механике, по своему виду устройство такое довольно прикольное. Довольно фановое. Довольно фановое. Ну и с ним только так вот чисто из-за укрытий каких-то играть. Чисто прятаться, ставиться. Стараться накидывать в домашку. Ну и против противника, который, например, в движении, реализовать это устройство тоже значительно тяжелее будет. Ну и надо привыкнуть к тому, что ты всегда можешь накидывать урон. Ну и где-то даже чуть-чуть читать противника. Чтобы давать выстрел в ту зону, куда он поедет. Да, то есть куда поедет только противник. Плюс-минус понимать, да. Движение оппонента. Куда он может поехать. Чтобы уже от этой ситуации отталкиваться и накидывать урончик. Так, 7 минут у нас до конца боя. Остается. Не успел я даже с лидерами. Попробовать ставить пак. Попробуем дать тычку дать. Здесь довольно... О, блин, шикарная тычечка залетела. Шикарнейшая просто тычка залетела через карту. Супер. Это было красиво. Так, а единственное под овердрайвом. Что под овердрайвом? Как реализовать овердрайв на викинге? Вот это вопрос хороший. Так, я вижу, там дроповый овердрайв. Попробуем реализовать дабл оуди. Полоуди. У нас забрали, но все равно мне, наверное, на широкую выезжать. Потому что иначе... Иначе у меня под соткой непонятно, куда будет вообще лететь. Куда летит? На карту. Шанс куда-то попасть. Опа, есть шанс куда-то попасть? Есть, 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 есть. То есть здесь через всю карту, у нас как раз вот отсюда, через всю карту залетает по оппоненту туда в респы. Понял, в целом очень неплохо. В целом очень неплохо. И если такую соточку давать, то это как раз идеальная перезарядка у вас, моментальная срабатывает. Давайте постоим вот так вот, чисто понакидываем. Соточку будет куда-то она? Дать. По противнику я смотрю, что будет. Опа, есть контактик. Контактичек пошла движуха. Ой-ой-ой-ой-ой, сильные выстрелы пошли. Не совсем я понимаю, куда приземляется этот снаряд, но тычки прям очень вкусненькие. Тут по оппонентику можно еще соточку такую раскрутить. Добавить. А еще одну добавить не успел. 180 очков, 10 килов у меня. За пол боя. Но очевидно, это не какая-то лютая там имба, супер имба. Это больше какое-то такое фановое устройство. Да, в принципе, на Магдум сейчас я бы сказал, наверное, что нету имбовых устройств. И устройства, как правило, такие больше по фанчику. И дочеку. Но сплэш урон вроде как довольно-таки неплохой. Довольно-таки неплохой сплэш урон у такого устройства. Поэтому, в целом, его из каких-то таких закрытых позиций реализовать можно. То есть, те ребята, которые играют, например, с приваренной башней, либо те, кто, ну, в принципе, играет в АФК-мод в нашей игре, то я думаю, что они могут быть довольны таким устройством. Чтобы вот так вот просто стоять на одном, кидать урончик. Так, встал, и я стою, и я кидаю. Я стою, и я кидаю. Ну, вот и по такой схеме вы просто разыгрываете. Весь свой геймплей. Максимально, конечно, он скучный. Но по-другому ты ничего и сделать не можешь. То есть, это единственная возможность твоей грамотной реализации. Ну, есть еще возможность вот такой раскруточки. Да, то есть, ну, есть профессиональная такая раскруточка. Если кто знает, за профессиональные раскрутки, то вот есть вариантик еще раскручивать немножечко снарядик, чтобы он по траектории нереально жестко летел. Да, то есть, есть такая еще функция у этого устройства. Да, так, в целом, это, наверное, все, что вы можете сделать. Ну, и по киллам 13 килов у них. Ну, П можно набивать, я думаю. П можно набивать. С таким устройством. Оп. Полицейские разворотики. С дочкой потной. Ну, еще и резистов особо от Магнума сейчас. Матчмейкинги никто не использует. Если было бы побольше резистов, то я думаю, что ситуация была бы еще бы сложнее и тяжелее. В целом, такое довольно интересное фановое устройство, но какой-то прям имбы лично я в этом устройстве не вижу. Да, ну, а так, по своей механике, по своей функции, наверное, таки довольно-таки интересное. Пишите, что вы думаете по поводу этого устройства. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравился. Подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Если вам нравятся видосы данного формата, где мы тестируем устройства, то проявляйте максимальную активность на данный видос. Ну и пишите, какие устройства хотели бы вы увидеть на обзор в ближайшее время. У меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока. Пока.